Астрология 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 «Внимание Божьего плана спасения души человека в последние времена». То есть, очевидно, с первых страниц большой учебник «Сакральная астрология», достаточно, снова повторю, популярный в кругах астрологов, ничего не говорит ни о какой науке. Он собирается быть связующим мостом, как мы видим, между атеизмом и христианством. И действительно, если мы полистаем этот учебник, то совершенно очевидно, что там свое есть представление о происхождении этого мира, свое есть понимание в вопросе антропологии, свое понимание грехопадения, используются библейские тексты Священного Писания и толкуются по-своему. По сути, этот учебник Мишнева, большой учебник «Сакральной астрологии», можно назвать таким неопротестантизмом, астрологическим неопротестантизмом. Потому как берутся библейские тексты и противопоставляют свое толкование святоотеческому толкованию. И даже в большей степени, скорее, это можно назвать возрождением гностицизма, где понимается Христос по-своему, касается вопроса крещения и таинств Мишнева по-своему. Хлеб и вино, божественные евхаристии, он берет тоже эти тексты библейские и понимает их, дает, привносит свое понимание, что это всего лишь символы. А здесь мы явно сталкиваемся с протестантизмом. Христос для него — это некий пророк, пришедший на определенном этапе времени. И то, что он творил, то, что он умер, и то, что он творил, те чудеса, они были призрачны в некой мере. И здесь налицо, как я уже сказал, гностицизм и манихейство первых веков христианства. И, по сути, этот учебник не является связующим мостом, как заявляет Мишнев с первых страниц, а мостом между атеизмом и христианством, а скорее искажением христианства и введением людей, можно назвать этот учебник введением заблуждения астрологического мировоззрения. Чтобы не быть голословным, приведу несколько затат. Цитата. Великий пророк, здесь есть также синкретизм, он и пишет так. Великий пророк хмаздеизма Заратуштра утверждал, что после него придут три саошянта, спасители человечества, и последний будет величайшим. Фактически так и произошло. Последним был Христос. Согласно преданию библейской волхвы, приветствующей рождение Христа, свидетельствовали об исполнении этого пророчества. Таким образом, в момент Рождества Христова, мировой эзотеризм разделился на два потока, пишет Мишнев. Один большой продолжал строить Вавилонскую башню, а другой малочисленный поклонялся Христу. Конец цитаты. Он пишет в своем учебнике на 38-й странице. Видим здесь глубочайшее заблуждение, просто даже в хронологии, в понимании одни историю Вавилонской башни, другие поклонялись Христу. Мы знаем, что Вавилон, он, в общем-то, строительство Вавилона тогда уже было закончено, и в некой степени и разрушено. Мы помним в 11 главе книги Бытие, говорит, что именно Авраам был выведен из Ура Халдейского. И здесь такие свои фантазии, которые, навряд ли, нужно долго комментировать. То, что касается волхвов, это один часто из приводимых аргументов астрологов, которые так говорят. А вот волхвы, когда Христос родился, они пришли. И поэтому астрология — это наука, да, это хорошая наука. Мы видим, что даже астрологи, они увидели эту звезду, и согласно астрологическому прогнозу они нашли Христа. Но хочу напомнить о том, что откуда волхвы знали о рождении Христа и о звезде Вифлеемской, которой они последовали. Вспомним с вами, что пророк Даниил много лет находился вместе с Сидрахми, Саха и Авдинага, как мы читаем в книге «Порок Даниила», находился в Вавилоне. И он был не последним там человеком, а был поставлен у руля правления этим государством, царем Новохудоносором. И наверняка, и даже это не вызывает никаких сомнений, жрецы, тогда искавшие, как язычники, всякую мудрость, они были знакомы и с пророчествами Даниила, который говорил о семи седьминов до Христа Владыке. И о полседмины все эти пророчества о Рождестве Христовом точно исполнились. Поэтому волхвы, это жрецы вавилонские, они знали об этом, об этих пророчествах и последовали за этой Вифлеемской звездой. И впоследствии последовали за Христом. Поэтому всем астрологам я сегодня предлагаю этот же путь. Прийти на Рождество Христово, покаяться, принести с собой ладан, золото, оно нам пригодится на украшение наших куполов, и на различные оклады, которые к благолепиям есть в наших храмах. Золото, ладан и смирно. Ну и смирно мы тоже найдем и применение для помазания наших верующих на вечерних всеночных богослужениях. Поэтому милости просим, последовать действительно, прийти, как сказано, волхвы, пришли и поклонились, прийти и поклониться Христу, оставив все свои фантазии по поводу Христа, как пророка и прочего, как это делает Мишнев в своем прошлом. Вот есть также еще учебник, достаточно такой фундаментальный учебник по астрологии, книга первая, Кулакова, автор Кулакова, чтобы тоже не вызывал никаких сомнений, что она пишет по поводу, что такое астрология. Вот на девятой странице есть такая цитата. «Естественно, изучение астрологии должно предшествовать знакомству с эзотерической доктриной, и не только знакомство, но и основательная работа по усвоению ее основных положений, которые помогут человеку расширить свой кругозор, свои представления об окружающем мире, структуре мироздания и всех его вещей, эволюции космоса и человечества». И далее она пишет, что эзотерические знания, многовековой опыт человечества являются теми знаниями, которые лежат в основе не только астрологии, но и современной науки, и современной религии, которые, как неблагодарные дети, выделяя зло на матери и так далее, утверждают ее незначимость. И вот на другой странице, пожалуйста, 11-й странице, она утверждает, цитата, «Истинное назначение астрологии помочь человеку познать самого себя, найти Бога в самом себе». Конец цитаты. То есть очевидно, что найти Бога в самом себе ни о какой науке здесь речи не идет. Более того, это такой вот трехтомник, фундаментальный учебник по астрологии. Вот у меня первый здесь том, третий том. А в третьем томе Кулакова предлагает познакомить, не то, что предлагает, она знакомит своих читателей с чем? По сути, с теософией Блаватской. Она здесь, вот, пожалуйста, пятая глава, так и называется, «Эзотерическое учение об эволюции человечества». Но это не о той материалистической эволюции, как могут подумать некоторые, а это именно эволюция рас, которую предлагает Елена Блаватская. «Расы человеческие и эволюции материков». Здесь она описывает семь рас. Первая раса, вторая раса, как они развивались. Вот здесь много есть интереснейших различных высказываний. Например, вторая раса, называется «Потом рождения». Пишет, она произошла, как гласить, древнее учение. Древнее учение, понятно, Блаватской, которая, в общем-то, нырнула сначала в египетскую мифологию, потом в индуизм и в конечном итоге закончила буддизмом в своем представлении, которое она излагает в своем учении. Более там множество книг, которых написала более сотни, но главные, основные, это «Тайная доктрина» и «Разоблаченная изида». И вот Кулакова она заимствует все это у Блаватской. Она так и пишет, ссылаясь здесь на «Тайную доктрину». Вот ее цитата на странице 239. «Согласно «Тайной доктрине», человечество впервые появилось на нашей планете 1,6 миллиардов лет тому назад. Его тело было эфирнообразно. Ну, здесь ссылки на Блаватскую. «Зародыш человека во второй расе – это почки. Находились на родительском теле существ первый раз, сопитались их естеством до тех пор, пока не съели своих родителей полностью. Поэтому говорится, что вторая раса – это потомки, проглотившие своих отцов. Оболочки ауру второй раса фактически еще не были людьми, а лишь духовными прообразами будущих людей и так далее». И отписывается такое вот поэтапное развитие человека, снова скажу, заимствованное полностью в Блаватской. Да, и говорится, что люди в определенный момент вылуплялись и из яиц, и отпочковывались яйцами, как в одной из бесед. Мы об этом говорили, по новоязычеству. Также говорится о нескольких этапах развития человечества. Пожалуйста, первый материк, второй материк, там Герберборея, следующая Лемурия, потом Атлантида и потом в конечном итоге Европа. И все это описывается на полном серьезе и говорится о том, что вот они те самые мудрые знания, с которыми необходимо познакомиться. То есть, по сути, что такое астрология, которую пронизывают очень многие оккультные учения, по сути, человек, занимающийся астрологией, это не что иное, как введение в оккультизм или введение в язычество и современное неоязычество. Но снова повторю, нам его сегодня в средствах массовой информации, на просторах интернета преподносят, как некая наука, которая никакое отношение к религии не имеет. После даже уже прочтенного, хочет сказать «извините». Либо вы врете, либо в большей степени люди все это делают, я в этом глубоко убежден, очень многие люди все это делают по незнанию, не желая даже вникать, все на хи-хи-ха-ха, полистали гороскопчик, и вот людям кажется, что они, в общем-то, ничего такого плохого не сделали, ну, подумаешь, полюбопытствовали. Хочу напомнить, что любопытство привело наших прародителей, Адама и Ева, к катастрофе в истории, начальной истории человечества. Именно по любопытству видят похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, помимо заповеди Божьей, человек пожелал прикоснуться без Бога с потусторонним миром, по сути, с миром духов злобы поднебесных. Священное Писание предупреждает нас об опасности астрологических экспериментов. Вот, например, в книге «Второзаконие», 4 глава, я специально выписал несколько текстов для нашей встречи. В «Второзаконие», 4 глава, 19 и 20 стих сказано, «И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнцу, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил им всем народом под всем небом. А вас взял Господь и вывел из печи железной, обращается Господь к народу израильскому, из Египта, дабы вы были народом его удела». Конец цитаты. Пророк Исаия в 47 главе, 12 и 14 стих так с иронией обращается к народу израильскому, который тогда впал в эти языческие верования, в языческие поклонения звездам, и пишет следующее, цитата, «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь, ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их и не избавили души своей от пламени». Конец цитаты. У пророка Еремии также мы находим предупреждение, также с иронией он обращается к народу израильскому, который перестал надеяться на Бога и стал надеяться на звезды, на поклонение небесным стихиям. Вот что пишет пророк Еремии, 27 глава, 9 и 10 стих. Цитата. «Вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников». Кстати, очень хорошо своих сновидцев, разные сонники и прочее, это бульварная литература, которая до сих пор бродит на развалах наших книжных магазинов. «И вы не слушайте, пишет своих пророков, своих гадателей, своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли». Конец цитаты. То есть мы видим очень серьезное предостережение. Поэтому, когда мы спрашиваем, откуда у нас бедствие, болезни, войны, нужно обратить внимание, как народ Божий, а сегодня Новозаветный Израиль, это мы с вами, Церковь Божия, чего у нас только нет. Иногда пообщаешься и видишь, что наши крещеные с нашими крещенными людьми, которые отпадают в различные секты, да и которые внутри подчас Церкви Божией, там и астрология, там и карма, там и йога, о которой мы говорили, там и новоязычество, разные проблески их суеверий, там связаны с барабашками и прочими вещами. Поэтому, что удивляться и что спрашивать? Если народ Божий, если Церковь Божия, она впадает в эти состояния языческих верований, оккультных суеверий, то к чему мы хотим ожидать? Господь так и говорит, что Он говорит, обратитесь от этого всего, чтобы не случилось с вами бедствий, ибо они пророчествуют, говорят, вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, из какой земли? Из Царствия Божьей, из Царствия Божьей, в котором предназначен всякий крещеный, родившийся от воды и духа человек, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Прок Еремея также в 10 главе 2 стихе пишет, цитата, «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся». И вот то же второзаконие также 18.10.14 здесь пророк Божий Моисей предупреждает о всяких обращениях к различным языческим практикам. «Не должен, пишет, находиться у тебя». То есть в Израиле, а для нас это в Новом Заветном Израиле. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сии этой мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Ибо народы сии их, которых ты изгоняешь, слушает гадателей, прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Отцы церкви писали об астрологии. Например, и учителя церкви, учитель церкви Тертулиан писал следующая цитата. «Между различными людскими занятиями нельзя не заметить некоторых искусств или профессий, благоприятствующих идолопоклонству. Об астрологов, пишет он, даже говорить не стоит. Но так как один из них вздумал оправдать себя в том, что продолжает заниматься этой профессией, то я намерен сказать несколько слов по этому поводу. «Если магия, пишет он, Тертулиан, если магия наказуема, а астрология ее разновидность, то вместе с видом подлежит осуждению и разновидности. Так, со временем появления Евангелия всякого рода софисты, астрологи, чародеи, маги, волхователи должны быть неминуемо наказуемы». Конец цитаты. Это его сочинение об идолах. Поэтому, когда евангелист Иоанн Богослов предупреждает нас, дети, храните себя от идолов, нужно помнить, что идолопоклонство это не только деревяшка или какой-нибудь предмет, который мы поставим, будем ему кланяться, железо и прочего драгоценного металла. Нет. Идолопоклонство, оно глубоко в учении и глубоко духовно. Скажем так, идолопоклонство это не только предмет, которому мы кланяемся. Учитель церкви Татьян также пишет речь против Эллинов. Демоны сделали людей жертвуя своего отступничества. Они, показавшие людям порядок расположения звезд, как играющие в кости, вели судьбу, которая чужда справедливости, ибо судья или кто или подсудимым таким сделалось по определению судьбы, как они утверждают. Демоны изобрели судьбу. И далее он пишет. Ибо они удостоили небесной почести животных. Вот действительно, сейчас начинается «Кто ты? Рак, а ты кто? Рыба, ты крыса, а я свинья. Ну, давай вместе водить один и тот же хоровод». Так и хочется обратиться к нам ко всем. Образ и подобие Божие, во что мы себя превращаем. Потом удивляемся, почему у нас такой скотский образ жизни. Так мы поместили этих животных, поклоняемся им, а кому человек поклоняется, тому он, в общем-то, и служит, в того он и превращается. Как сказано, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты?» «Скажи, каким богам ты молишься, я скажу, кем ты станешь». Так и пишет, Татьяна, так и пишет. «Ибо они удостоили небесных почестей животных, с которыми жили по неизвержении с неба, присмыкающихся только демоны, присмыкающихся плававших в водах, четвероногие, живущие в горах, для того, чтобы думали, что они пребывают и на небесах». Таким образом, гневлив ли кто или терпелив, воздержан или невоздержан, богат или беден, кто? Таким бывает от назначения тех, которые располагают рождением, ибо распределение зодиака есть дело богов с маленькой буквы, то есть, как они считают. Если свет одного из них, как они говорят, ярче и сильнее, то отнимают славу у прочих, и кто побежден ныне, опять может быть победителем. Они с удовольствием занимаются семи планетами, как игроки в кости, но мы выше судьбы, и вместо блуждающих демонов знаем одного Господа, неизменного, и не подчиняясь судьбе, отвергаем ее и законоположителей. Конец цитаты. Татьяна, речь против Еленов. Нельзя оставить без внимания цитату блаженного Августина. Известно, что блаженный Августин до своего обращения не то, что увлекался астрологией, он уже готовился к посвящению в астрологе, но покаялся, мать его вымолила, и он слышал молитву своей матери, как мы знаем, жития и святых боженного Августина. И вот, что он пишет в своем сочинении о звездочетах. Цитата. Что касается их всевозможных разглаголствований, о влиянии звезд и мнимых опытах астрологической науки, то мы всемирно должны охранять от них чистоту своей веры. Подобными словопрениями они стараются устранить нас побуждение молиться и в худых, заслуживающих справедливающего порицания делах с нечестивой извращенностью располагают обвинять скорее Бога, Творца звезд, чем человека-преступника. Конец цитаты. То есть, мы видим, уже на Густин здесь говорит о самом главном, о том, что они, мы должны беречь от них чистоту нашей веры. и они нас отклоняют от побуждения молиться. Почему? А зачем молиться? Если все предрешено. Ведь астрология языческая религия, которая верит в неизменный закон, механический закон кармы, где Бог это не личность, а безличностный абсолют. Откуда берет свое начало астрология? Берет свое начало именно оттуда, как правильно об этом говорил и Кулакова, говорила и говорила об этом Мишнев в своих астрологических учебниках, она берет свое начало из Вавилона. Вавилон, именно там. Вот я сейчас вспомню обязательно, если кому интересно, найду эту цитату и укажу точно, где этот источник. По-моему, это итальянская газета, которая есть перевод на русском поэзо-сера. Они писали о том, да, когда давно это было, я исследовал этот вопрос, они писали о том, что на месте раскопа, в Месопотамии, где находилась Вавилонская цивилизация, нашли тысячи черепов младенцев и не могли понять. Ученые были, как они пишут, светские, но и так прямо написано, что у них волосы стали дыбом на голове, когда они узнали, что это были за черепа и как там они оказались. Сначала думали, может быть, эпидемия какая-то. Нет, начали там проверять ничего, болезней никаких нет. Но в одной из такой огромной тысячи и тысячи гора черепов. Причем младенцев сложено аккуратно. А в чем дело? Когда они начали расшифровывать таблички, то увидели там 12 домов зодиака и прочее, прочее, что потом перекочевало в Еринскую уже религию и там Клауди Птоломей. Уже позднее все это составил, скажем так, в этот астрологический зодиакальный, астрологический зодиакальный карту. И когда они начали расшифровывать, то они поняли, что там было поклонение богине Аштарте. И это поклонение, оно сопровождалось ритуальным убийцам убийства младенцев. Причем отрывали головы, как они выяснили, младенцев и возливали кровь на богине Аштарте. Для чего? Когда они видели, что если рождался под плохим знаком, то они говорили, что опасно и это может привести к тому, что он может этот человек навредить обществу, надо его принести в жертву. Но другие, когда рождались под сильными знаками, то жрецы тайно приносили их тоже в жертву, они по своему магическому мировоззрению, понимая этого вопроса, думали, что эта сила под сильной звездой рожденного младенца, она передастся им, и они будут более сильными магами. Такая история. Поэтому все это реально, то, что происходило тогда. А что мы думаем, мы сегодня далеко ушли от тех язычников? Нет. У нас тоже есть сегодня, там поклонялись двум богам и Штарту, и Ваалу. Там Малох еще был, но в основном эти два были бога, а Штарта, а Старта, так называемый, и Ваал. У нас сегодня тоже есть эти два бога, это доллар и евро. Мы тоже смотрим на них, и люди говорят, зачем рожать младенцев, и зачем они вообще нужны, когда вводится в идеал нашей жизни, это комфорт, зачем плодить нищету, поэтому люди, не дожидаясь даже рождения этих младенцев, они убивают их еще даже и неродившимся. Максим Грек, преподобный, также писал по этому поводу следующая цитата. «Как», писал он, «я созданный по твоему божественному образу и подобию, то есть удостоенный дара свободы воли, получивший силу и действия блага и праведности, неужто я действием какой-то недоброй звезды могу быть влеком к совершению зла, как бессловесный скот, которого хозяин тащит на привязи? Нет, я никогда не соглашусь с этим богомерзким, пишет он, учением безумных звездочетцев, лишающих меня свободы воли». То есть мы видим, что астрология это одна из древнейших известных языческих культов. Современная астрология все чаще напоминает астрокологию древности, как они и сами призывают, как мы видели, обратиться к древности. Хотя за прошедшие века действительно нужно признать, что эта религиозная система подверглась существенным изменениям, но тем не менее основа и фундамент ее остались неизменными. Я не буду рассказывать о всех семи планетах, как они влияют на человека, какие знаки зодиака присущи. Например, Уран это водолей, скажем, Сатурн это присуще, как приписывают к озерогу и опять же водолею на определенных фазах, Нептун это рыбы и Стрелец и прочее, прочее, Плутон это Скорпион. Только скажу следующее, что когда согласно гороскопам, наблюдателям небесных звезд и движений планет вычисляется тот или иной, дается тот или иной астрологический прогноз, то скажу так, что мода на самом деле связана с астрологией. Почему? Например, какой цвет носить в этом году это связано глубоко с астрологией в зависимости от того, в какую фазу входят те или иные созвездия. Если Венера, то определенный цвет, Сатурн красный, то будут такие тона и прочее. Также рекомендовано людям, которые родились под тем или иным знаком, носить не только знаки зодиака, как вот я к своей печали встречал у некоторых наших православных, крестик висит одновременно знак зодиака. Но не только носить, например, знаки зодиака, но и какой, например, камень присущ тому или иному рождению согласно зодиаку, сапфир или янтарь, это все распределяется, и многие люди они просто вводят себя в взаимодействие с духами злого поднебесного, подражая им в этом во всем. Это предостережение о том, что это достаточно опасная языческая религия и не стоит заигрывать с духами злого поднебесного. Всегда говорю о том, что знаю об этом не понаслышке, веду прием людей, отпавших от православия. Все они рассказывают, что начинали они свои опыты, которые перевели их к трагическим последствиям в духовной жизни в первую очередь материальные, это само собой, но в первую очередь духовной жизни к серьезным кораблекрушениям и серьезным повреждениям. Все они говорили, что начинали вроде бы, как казалось, безобидной астрологии, некая там психология, расстановка и прочее, все, что связано с оккультизмом. Все это не что иное, как трамплин в более серьезные демонические демонические воздействия, которые человек открывает этим духом злоу поднебесным по своей собственной воле. Будем осторожны в этом и будем предостерегать и других людей от таких, казалось бы, иногда, как люди думают, ну, мелочи. Малая закваска, надо сказать, квасит все тесто, поэтому все начинается с малого. Надо сказать также, что множество столпов европейского оккультизма эпохи Возрождения, таких, как известных Джон Ди и прочих, писали об астрологии следующей. Вот, например, Корнелиус Агриппа фон Нехесмен в 1486-1335 в своих «Магических трудах» в начале 41-й главы пишет, цитата, «В этом месте следует рассказать о волшебстве, поскольку оно настолько родословно астрологии, что тот, кто выдает себя за волшебника, не имеющего отношения к астрологии, всегда ошибается», конец цитаты. Вот такие вот откровения, например, Фрэнсинс Кинг в своей книге 1680-1880 пишет об этом периоде, книга называется «Современная ритуальная магия», Москва, 1999 год, страница 95, цитата, «Тому, что народная магия выжила вот в этот период 1780-1800, она во многом обязана деятельность астрологов и так называемых знахарей». И в качестве примера он приведет известного знахаря и мага английского астролога Джона Харриса 1785-1839. Кинг пишет, что когда в XVIII веке началось возрождение магии оккультизма, и в Англии вышел первый номер журнала под названием «Журнал волшебника», «В рикдацию сразу хлынули поток писем от людей, интересовавшимся главным образом астрологией, но при этом явно обладавшим некоторым знанием таких предметов, как ритуальная магия и алхимия». Конец цитата. Это также в этой книге. Есть еще такая книга «Практическая магия» Донецк, 1991 год, написал Папюс, и она в частности завершается следующими словами. Цитата. «Мы должны дать на нескольких страницах начальные данные о практической астрологии необходимые при посредстве магических операций». Магических операций. Конец цитата. То есть мы видим, что множество авторов как древности, так и современности они отверждают относительно астрологии, что это не что иное, как магия, это религия. Религия, связанная, как мы видели, даже и с человеческими жертвоприношения в период ее становления. К науке никакого отношения не имеет. И чтобы было понятно, что нет никакого отношения к науке, обратимся по этому вопросу к людям науки. Известно, что тот астрологический прогноз, который есть сегодня, его составил Клавдий Птоломей. Это первый век. Это греческий философ 12 домов распределил. Потом эти 12 домов были еще поделены. Каждый дом по 10 и еще были различные деления. Но тем не менее на его мировоззрении и Клавдия Птоломея жил он 2000 лет назад. До сих пор многие астрологи строят свои так называемые индивидуальные или натальные то есть лично для кого-либо какие-то астрологические прогнозы покупать, продавать, делать там сделки совершать какие-то или нет. Все это они делают за приличные суммы. Очень многие люди, которые занимаются бизнесом, обращаются к ним. Также от многих людей ни одного десятка людей, которые слава богу расстались с этой магией и языческой религии говорили о том, что сколько они потеряли из-за астрологов, которые там давали им всякие советы и еще и за свой счет потеряли целые компании, даже целый бизнес. Вот надо сказать, что почему все сегодняшние гороскопы ошибочны, потому что они до сих по-русному повторю, строятся на 2000-летней так называемой карте, астрологической карте, которую предложил Клавдий Птоломий. Но дело в том, что есть такой закон прецессии, он говорит о том, что есть смещение земной оси по отношению к небесным светилам. Кроме вот есть такие упомянутые циклы вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, которые порождают круги зодиаков или домов. Существует еще цикл также прецессии земной оси, о чем он говорит, что точка вселенного равнодействия, как пишут ученые, я сошлюсь на их цитаты, точка весеннего равнодействия перемещается по созвездиям назад в круге эклептики, отсюда термин прецессия. 12 знаков зодиака первоначально соответствовали 12 созвездиям, то есть 2000 лет назад, как этому учил с теми же названиями, но в результате прецессии за прошедшие 2000 лет созвездия сместились на 30 градусов в небесной сфере. Это означает, что созвездия Девы сейчас соответствуют знаку весов, а созвездия весов знаку Скорпиона и так далее. Таким образом, если человек родился, например, 1 сентября, астрологи говорят, что он родился по знакам Девы, а положение Солнца в этот день соответствует знаку Девы, но на самом деле Солнце в этот день, согласно этому закону, закону прецессии, находится уже в созвездии Льва. Таким образом, игнорируется закон прецессии, и все гороскопы ошибочны. Чтобы не быть голословным, обратимся к человеку-ученому Владимиру Георгиевичу Сурдину. Он астроном. Хочу так напомнить, чтобы мы не путали с вами астрологию с астрономией. Астрономы это люди, изучающие небесные светила и небесный небосвод и планеты и никакого отношения к астрологии они не имеют. А астрологи, астрономос это законы неба, номос, греческого закона. А астрологос это что, что скажут звезды. Астра звезды, лого-слова. Поэтому астрономы и астрологи, хотя некоторые из них пытаются совмещать это и говорят, что они тоже астрономы и всякие высказывания можно видеть их в интернет-пространстве. Там обвиняют некоторых людей, что астрология и астрономия это одно и то же, что мы люди не сведущие в точных науках. Беремся давать какие-то комментарии. И вот чтобы не быть я действительно человек специалист в области православного богословия и теолог. Поэтому обратимся к Владимиру Сергеевичу Сурдину, к астроному, кандидату физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, старшего научного сотрудника Государства Астрономического Института имени Штейнберга. Пожалуйста, что он пишет. Вот его цитата. Положение знаков зодиаков смещено относительно созвездия примерно на 30 градусов или на одно созвездие. Связано это с тем, что канонические правила астрологии установлены два тысячелетия назад в трудах древнегреческих ученых. С тех пор в результате перемещения земной оси относительно плоскости Солнечной системы явления прецессии система небесных координат сместилась относительно звезд. Поэтому сейчас, когда Солнце находится в созвездии Тельца, австрологи считают, что оно знаки близнецов. Конец цитаты. То есть, мы видим, что Владимир Сурдин пишет примерно о том, о чем было сказано выше, и утверждает, что не учитывается этот закон прецессии равноденствия. Да, вот интересно, что в 1981 году, вот да, я нашел цитату, та самая газета ПССРА действительно печатала дискуссию также между астрологами и астрономами, и в сходе которой ученые поставили перед предсказателями еще один любопытный вопрос. Вот прям цитата. Как составить гороскоп для людей, родившихся, например, на севере, у полярного круга? А почему этот вопрос очень важен? Дело в том, что в течение многих месяцев, как пишется в этой газете, небо над головой полярников лишено традиционных астрологических планет. Они находятся ниже линии горизонта. Получается, что родившиеся в северных районах оказываются лишенными как черт характера, так и судьбы. Подобная дилемма так и осталась без вразумительного ответа астрологов. Можно что еще сказать, что, к сожалению, как во времена Средневековья, так и во времена современной и советского времени. Многие, кстати, некоторые исправители обращались, например, Ельцин обращался к астрологам. Вот плоды этих обращений, наверное, мы видим. Был даже такой Вадим Левин, его звали элитный астролог и кремлевский психолог. Я не буду долго о нем рассказывать, просто зачитаю несколько книг, которые он написал, наверное, по названиям даже не открывая книги, будет понятно, к чему и о чем там будет речь. Вот, например, книга этого кремлевского астролога во времен перестройки, одна из них так называется «Зверь-хранитель», другая «Политический зоопарк», третья «Чудеса зодиака», там «Астрологические загадки» и так далее. Ну, политический зоопарк, да, и «Зверь-хранитель». Даже я их не стал приносить, эти книги, с собой. Хочу нам с вами напомнить о том, что церковь всегда предупреждала и предупреждает о опасности от падения и впадения в эти языческие и магические верования. Правило 36-ое Святого Померского Ладийский собора гласит, не подобает освященным или причетникам быть волшебниками или обаятелями или числогадателями кстати, астрология очень близка к так называемой нумерологии, да, по сути, это одно и то же или астрологами 36-ое правило или делайте так именуемое предохранилище, которое узы душ носящие онны повелели мы извергать из церкви. Конец цитаты. Также правило 72-ое Василия Великого гласит об этом же, примерно практически слово в слово по опасности и отлучении таких людей, что эти люди сами себя отлучают от церкви. И современное определение архиерейского собора 1994 года, о котором я уже как-то упоминал, где говорится о опасности увлечения неоязычеством и йогой. И это этот собор архиерейский носит название о псевдо-христианских сектах на язычстве и оккультизме. Вот что говорится, там есть несколько пунктов. Четвертый пункт. В этих условиях возрождаются старые гностетические культы, возникают так называемые новорелигиозные движения, которые подвергают пересмотру всю систему христианских ценностей. Это то, о чем я говорил о Мишневе, где он пытается в общем-то такой астрологический неопротестантизм, по сути, гностицизм, где искажается христианство, искажается понятие о Боге-творце, о отпадении человека от Бога, о понимании зла, о Христе, о таинствах. Так архиерейский собор дает такое постановление, что новорелигиозные движения возникают, которые подвергают пересмотру всю систему христианских ценностей, пытаются найти мировоззренческую основу в реформированных восточных религиях, подчас обращаются к оккультизму, к колдовству. Эти движения целенаправленно подрывают многовековые традиции и устои народов, вступают в конфликт с общественными институтами, объявляют войну Церкви Христовой. Пятый пункт. К несчастью, в наших странах появились свои лжепророки. Возродились язычество, астрология, теософские и спиритические общества. А Священный Архиерейский Собор, следуя апостольской традиции, свидетельствует, что все вышеперечисленные секты и новорелигиозные движения с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от православной церкви. Конец цитаты. Это 13-й пункт. Поэтому хочется всем нам сказать, братья и сестры, будем внимательными к слышанному, как учит нас апостол Павел, чтобы не отпасть. И так мы видим, что астрология не имеет никакого отношения к науке. Это древняя языческая религия, которая в современном этапе рядится в некое наукообразие, в некие маски наукообразия, в своей терминологии и прочее, но тем не менее эта маска легко срывается и между самими. Мы видели на примерах фундаментального учебника по астрологии Кулакова, где она пишет, что астрология это поиск Бога внутри себя. Мы видели с вами древние свидетельства, которые были связаны с кровавыми жертвами, где-то убийства на заре астрологических прогнозов. И не надо удивляться, что с нами происходят все сегодняшние беды и те или иные болезни, войны и прочее. В кого мы верим, снова повторю, теми мы и станем. Апостол Павел еще 2000 лет предупреждал, что если человек перестает поклоняться Богу и начинает поклоняться творению, то есть небесным светил вместе творца, что с ним происходит. Смотрите. Ну как они познав Бога не прославили его как Бога и не возблагодарили но осоветились в умственных своих и оморочился несмысленно их сердце, называя себя мудрыми и обезумели. И вот 23 стих. Это послание к Риминам первая глава. 23 стих. И славу нетленного Бога изменили в образ подобным тленному человеку и птицам четвернологиям и присмыкающимся. Вот, пожалуйста, птицы там четвероногие, присмыкающиеся, все на небе, всех туда возвели для поклонения. Что дальше? То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись творению твари вместо Творца. Поэтому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга мужчин на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное воззадаяние за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполны всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполны зависти, убийства, распри, адмана, злонравия, злоречивы, клевотники, богненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, они знают праведный суд Божий, но делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Пожалуйста. Вот причины, вот причины, а вот последствия. Перестали, заменили правду Божию ложью и стали поклоняться творению, языческим религиям, под такое все ха-ха, да подумаешь там, ничего страшного, хочу напомнить, что древние христиане Ладан им только говорили, вот возьми, Ладан, переверни руку и покади этому Богу. Это для них не было мелочью, это для них было исповеданием веры, поэтому в деле исповедания веры нет никаких, братья и сестры, нет никаких мелочей, снова и снова скажу, малая закваска квасит все тесто, поэтому снова и снова повторю слова апостола Павла, будем внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И эти слова обращены к нам. Будем хранить чистоту православного исповедания от всего этого языческого налета, уводящего нас от путей спасения, который предназначен нам своим самим спасителем. Поэтому будем внимательны, не будем поддаваться на различные искушения нашего любопытства, но будем следовать словам апостола Павла, не сообразоваться с веком этим, а преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok